День с толком Кооператив или самострой. Барнаульцы боятся, что их гаражи снесут из-за работ на новом рынке. Восставшие из пепла на фоне санкций. За что жители Алтайского края любят москвичи, когда планируется возобновить выпуск легендарной машины. В Барнауле задержали владельца веревочного парка, где в воскресенье с высоты 6 метров упал ребенок. Следователи подозревают предпринимателя в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, 10 июля этого года, во время прохождения трассы парка, у 13-летнего мальчика оборвался страховочный трос. От падения подросток получил множественные травмы и переломы. Сейчас он находится в больнице. Предприниматель, владелец веревочного парка задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Следователями готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения. Следователями назначат комплекс судебных экспертиз, проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Сейчас парк не работает, расследование продолжается. Следком России взял ход дело под свой контроль. 1 миллиард рублей. На такую сумму алтайский Минтранс закупил дорожную технику для районов края. 36 машин уже передали главам Родинского, Калманского и Шалобольхинского районов. Еще порядка 50 единиц техники поступят к концу года в 50 муниципалитетов. Летом машины будут класть асфальт, зимой чистить дорогу от снега. Есть проблема, пока у нас на сегодняшний день остается автогрегериста. То есть это нужно специально обученный человек для этого. Сегодня 60% имеющихся катков и автогрейдеров в районах края изношено. Новые машины обновят сразу 15% из них. К слову, автопарк пополнит не только районы, но и города. И краевые ДСУ на сумму 500 миллионов рублей. В Минтрансе заверили, что скачок цен на покупку не повлиял. Большинство машин отечественные, но есть и китайские модели. Основной был наш наказ, чтобы передаваемая техника работала эффективно. Поэтому и от жителей, и от депутатов местных попросим нам обратную информацию. Причем ее сами запросим, что использовалась ли, эффективно ли, и все-таки во благо ли она была передана. Такой поликлиники в Барнауле еще не было. Со своим диагностическим центром, женской консультацией, выездом скорой и даже дневным стационаром. С возможностью проводить амбулаторно небольшие оперативные вмешательства. Новое здание 14-й поликлиники планируют ввести в эксплуатацию в апреле следующего года. На строительном объекте сегодня побывала наша съемочная группа. Жители индустриального района, а за поликлиникой закреплено 112 тысяч человек, очень ждут завершение строительства. И ждать, говорят подрядчики, осталось недолго. Здание 14-й поликлиники готово на 62%. Сейчас занимаются отделкой, благоустраивают территорию. Правда, стройка обойдется дороже, чем планировалось. В прошлом году мы провели процедуру воспользовательных механизмов, увеличили цену контракта на 22%. Практически более 200 миллионов рублей с существенным удорожанием ценно-строительные материалы. 150 миллионов рублей дополнительно выделят из краевого бюджета на закупку современного оборудования. Поликлиника отчасти должна разгрузить диагностический центр. Ведь жители индустриального района смогут обследоваться недалеко от дома. По завершению строительства здесь появится компьютерный томограф, два маммографа, флюорографа и еще много чего. Отсюда будут выезжать бригады скорой. Здесь расположится женская консультация, травмпункт, центр амбулаторной онкологической помощи и не только. Руководство поликлиники обещает, что врачей тоже хватит. Уже сейчас формируется набор специалистов, те, которые готовы к нам прийти. Мы оценили потребность, которую необходимо будет закрывать молодыми специалистами. Да, это целевики и в том числе те молодые специалисты, которые проживают в данном густонаселенном районе. Им просто ближе ходить на работу в данное учреждение. Между тем, Барнаул продолжает расти. Одной даже такой мощной поликлиники в районе населению будет недостаточно. Поэтому уже в следующем году, сообщили в Минздраве, планируют приступить к проекту еще одного крупного медучреждения, которое должно появиться к 2025 году. Еще одна задача – это выбор еще одной третьей поликлиники для города Барнаула. И здесь растущий, так скажем, нагорный кластер наш, где активно тоже застройка происходит. И мы инфраструктурно, поликлинически там не представлены практически. Поэтому совместно с городом будем выбирать площадку и также строительство еще одной поликлиники, и третий по срокам также 25-й год. Ну а новое здание 14-й заработает в апреле 23-го года. Оно будет состоять из четырех блоков общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Принимать здесь планируют 900 человек в смену. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Владельцы гаражей, расположенных рядом с путепроводом на новом рынке, забили тревогу. От строителей моста они узнали, что из-за расширения съездов с путепровода их гаражи планируют снести. Однако к самим владельцам никто не обращался. Подробнее в сюжете. Этот гаражный кооператив построили в конце 80-х. Тогда разрешение на гаражи выдавал райисполком района и начальник Барнаульской дистанции пути, сообщил председатель кооператива. В мэрии добавляют, в 22-м по закону все это самострой. Никто не спрашивал, никто не подходил. К нам вопросов вообще никаких нет. Он находится в центре города нашего, Ленинский. Вся администрация, проезжая, видит. Видите, у нас все очистено, чистенько. На днях владельцы гаражей не на шутку занервничали. РЖД, на чьей земле стоят конструкции, вынесли документ о сносе гаражей. Администрация Барнаула решила пойти другим путем и найти возможность сохранить эти конструкции. Рабочие путепроводы сделали дополнительные замеры, и в результате только одному владельцу нужно будет убрать конструкцию, которую он дополнительно пристроил к своим гаражам. Именно она попадает в зону производственных работ. Честно говоря, больше испытываю удивление такого решения и благодарности, потому что давно это все здесь стоит. И то, что администрация пошла навстречу при решении этого вопроса. Я при любом бы решении пошел навстречу, потому что понятно, что для города это намного важнее, чем все эти строения. Любое решение было бы просто исполнено и все. Те гаражи, которые семь, они сохраняются, то есть попадают в зону производства работы. Поэтому здесь этой, может быть, где-то социальной напряженности не возникнет. А что касается главных работ на мосту, то все идет по плану, сообщает в мэрии. На сегодняшний день выполнены работы по демонтажу тепловой сети, демонтажу инфраструктуры Горелектротранса, по демонтажу пролетных строений и опорных частей. В течение трех дней последний провайдер из 20-ти закончит переподключение сетей связей, и демонтаж пролетных строений продолжит. Также на этой неделе ДСО-4 закончит оформление договора с РЖД по предоставлению технологических окон. Это позволит в определенные часы демонтировать остаток моста над железной дорогой. Всего таких технологических окон планируется более 50, и все они выделены в ночное время. Анастасия Дороган, Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. И снова к теме моста на новом рынке. Барнаульские дорожники уже начали готовиться к уборке снега, которая в этом году будет осложняться ремонтом путепровода. Ведь в зимнее время года город и так периодически стоит в пробках. Накануне эту проблему обсудили в мэрии. Чтобы повысить качество уборки улиц, дорожники предлагают изменить состав песчано-соляной смеси, увеличить площадь очистки тротуаров с применением особого противогололедного материала. Также дорожники считают, что состояние дорог во многом зависит от техники и кадров, и того, и другого сейчас не хватает. По всей видимости, чиновникам придется решать эти вопросы до первого снега. К другой теме – зоны для прогулок, спорта и пляжного отдыха. Все это с нетерпением ждут барнаульцы, которые проголосовали за возрождение парка «Юбилейный». На территории уже ведутся работы. Что уже сделано и что предстоит об этом в нашем сюжете. Еще недавно самый большой парк в Сибири выглядел так. Сегодня у «Юбилейного» начинается новая история. Почти 60 гектаров. Возродить все это после 30-летнего забвения – задача непростая. В перспективе в парке появятся зоны для прогулок, спорта, массовых мероприятий. Вся работа разбита на четыре этапа. Закончить мы первый этап должны в ноябре месяце. Он в себя включает почти 2,5 километра аллей, которые рассекают парк на две составляющие. Если простым языком, то делается крест, по которому можно будет двигаться. Вы видите, насколько они широкие – до 10 метров. У них предполагается зона прогулочная, можно будет кататься на велосипедах. Ну, я думаю, здесь и кто-то будет кататься, может быть, и на лыжах потом зимой. Финансирование всех работ в парке на этот год – 86 миллионов рублей. Из того, что уже сделано – арка на входе в парк, продолжается снос аварийных деревьев, демонтаж асфальтового покрытия и укладка основания под бордюры и аллеи. В будущем на территории появятся освещение, скамейки, урны и видеокамеры. Все эти работы стали отражением мнения барнаульцев. В прошлом году почти 12 тысяч человек вывели парк в лидеры интернет-голосования за благоустройство. Вообще такая мечта, чтобы это был парк-открытка. То есть он должен быть красивым во все времена года. Это должна быть многоярусная растительность, красиво цветущие кустарники на протяжении всего года. Еще буквально полтора года назад мы не могли об этом даже мечтать. Важно сделать не только парк-открытку, но и контролировать ход работ, а в перспективе поддерживать зону. Помимо того, что мы будем контролировать выполнение этих работ, предполагается очень тесное взаимодействие с жителями, чтобы понимать, а как оценивают нашу работу жители, что нравится, что бы хотелось изменить, что-то подкорректировать. Я думаю, и последующие созывы Барнаульской городской думы, депутаты, которые будут избраны, они также продолжат эту работу. Добавим, что параллельно по программе формирования современной городской среды города в Барнауле благоустраивает набережная Аби. Также продолжаются работы в парке Изумрудный. А на то, чтобы парк-юбилейный вернул себе былую славу и современный облик, понадобится около пяти лет кропотливой работы. В рамках предвыборных кампаний одна из партий предложила переименовать должность главы государства слово «президент» заменить на «правитель». Известно, что Кремль эту идею не поддержал, но что думают россияне об этом, мы решили узнать у них самих. Все-таки правитель – это монарх, в моем понимании, это единая власть, а президент, мне кажется, это более свободная форма. Мне кажется, не имеет значения. Статус Путина все равно не поменяется. Мне президент больше нравится. Почему? Ну, правители были как-то в средневековье, и все, а президент – это более современное. И какая разница, президент или не президент. Суть-то в том, что как будут править этот человек, который придет на должность. Владельцы практически каждого зарубежного авто уже испытывают проблемы с запчастями и комплектующими. Их поставки с запада прекратились. А альтернатива в виде китайских аналогов радует не всех. Автомобилисты в шутку называют их одноразовыми. Не дать российским дорогам встать может воскреший с пепла «Москвич». Его выпуск обещают возобновить в России в этом году. Но не все так просто. Дмитрий Дроздов разбирался в теме. «Москвич» достался Павлу Орлову по наследству. Дедушка передал ему свое авто еще до рождения внука. В дворе как память семейная больше. Сейчас в основном использую как на выходном дне. В принципе, тоже машина эмоций. Комфортно, уютно. Таких, как Павел, любителей раритетной машины в Барнауле не так уж и мало. Парни даже создали свой клуб. Катаются на «Москвичах» по выходным и ездят на выставки. Кстати, Алтайский край занимает второе место в стране по числу москвичей у населения. Их по нашим дорогам ездит почти 13 тысяч. Больше лишь в Москве. А вообще в России зарегистрировано не полных 200 тысяч таких авто. В 2022-м «Москвич» чувствует себя не менее уверенно. Если в прошлом веке эта машина считалась признаком достатка, в веке 21-м ее любят за эксклюзивность и недорогое содержание. Простой, надежный, технологичный и легкий в ремонте при этом автомобиль для простых семей. В советское время была система, когда взаимозаменяемые запчасти были. То есть можно было от одной машины на другую. Уже когда пошел 41-й «Москвич», от этого совершенно отошли. Запчасти пошли сразу только на нее. На другие машины они уже не подходили и от советской системы отошли. Поэтому здесь все свое, все, как говорится, родное. Это один из трех автосервисов в Барнауле, где занимаются редкими авто. Мастера ищут запчасти на «Москвич» в других городах и даже странах. Вручает то, что качество родных запчастей «Москвича» отменное и служат они много лет. В нашей экономической ситуации этот фактор может вновь поднять народную любовь к отечественному автопрому. Ведь проблемы с запчастями и комплектующими нам подтвердили почти с каждой зарубежной маркой. Сейчас вот мелочевка еще осталась. И стекла, и уплотнители, и двери. У меня было по 40 дверей к каждой стороне. То есть вагон как пришел, уже последний вагон с запчастями. И вот мы продавали. По данным федеральных СМИ, до конца года в стране должны вновь начать выпуск «Москвича». Делать это планируют на базе «Рено», который перешел в собственность Москвы. Но не спешите радоваться. Такого же антуража 80-х, 90-х уже не будет. Мы не собираемся выпускать старые модели. Мы собираемся выпускать самые современные модели с переходом на электромобили. Но, конечно, нам понадобятся и международные партнеры для этой работы. Потому что с ноля создать отечественный автомобиль своими силами невозможно. На заводе планируют выпускать автомобили по примеру китайской модели «Джак», но под маркой «Москвич». Судя по всему, от изначального автомобиля останется одно название. Внешне авто будет схожий с «Рено Логан». Внутренности, судя по информации в СМИ, будут китайские. К слову, сейчас из-за санкций авторынок наполнен запчастями «Поднебесной». Но по отзывам автомобилистов, эти детали служат год, в отличие от пяти лет западных аналогов. Насколько качественной получится новая старая машина? И завоюет ли она сердца россиян так же, как ее предок? И огонь и воду прошли на нем. Я считаю, что это самая лучшая из 80-х, 90-х годов лучшая модель. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком. Маловобильным пациентам барнаульского поселка Южный больше не нужно преодолевать сотни метров до больницы. Водители такси теперь могут довезти их прямо до крыльца медучреждения. Шлагбаум водителям начали поднимать после выхода нашего материала, где мы рассказывали об этой проблеме. Привез больного человека на городскую больницу номер 10. Больной не может ходить. Мне отказывают, не проезжают. Только попропускал. По словам таксистов, раньше на территорию больницы мог заехать любой водитель. Но позже такая возможность осталась лишь у сотрудников учреждения. А пациенты, в том числе маломобильные, добирались до врачей на своих двоих. Вот какая-то паническая атака начинается. И каждый раз думаю, как я сейчас дойду. После нашего репортажа руководство больницы пообещало решить проблему. Спустя несколько дней таксистам, которые везут к врачам маломобильных пациентов, начали открывать шлагбаум. Граненый стакан как показатель водительского мастерства. Да, вы не ослышались. Именно этот атрибут был одним из главных критериев успеха на конкурсе за звание лучшего таксиста края. Как с помощью стакана выявить образцового водителя? И каким еще критериями он должен отвечать? Расскажем далее. Граненый стакан как показатель мастерства. Именно с его помощью определяют лучшего таксиста края. Стакан наполняют водой и возят на крыше авто, чтобы определить плавность езды. В идеале доехать до конца трассы нужно, не пролив ни капли. Но кто-то слишком торопился. Что сложнее? Вот это испытание или все-таки на дорогах города ездить? Здесь сложнее, мне кажется, Змейково проходить. В городе уже привычнее. Сегодняшнее соревнование – второй краевой конкурс таксистов. Заявлялось на него 30 человек. В финал прошли только 10. Здесь за 4 минуты нужно быстро, но правильно проехать Змейкой, повернуть, припарковаться. И, конечно, не забыть про детское сиденье. Но все это не самое сложное. Теория самая сложная. Потому что правила дорожного движения, оно, конечно, понятно, что все с этим сталкиваются. Но, возможно, там какая-то буквально формулировка не та, непривычная водителю такси. И все. Или картинка, может быть, какая-то попалась в вопросе тестовом. И только так. А здесь практика, ну, они каждый день за рулем. Это профессионалы. Профессионалы. Но и их навыки стоит обновлять. За таксистами пристально наблюдают, признают ГИБДД. Они потому что на виду все. Они расклеенные. Имеют окраску свою. И если они попали в дорожно-транспортное происшествие, поэтому сразу все видят это. И в соцсетях выставляют часто фотографии. Опять таксист нарушил правила. Попал в дорожно-транспортное происшествие. Вызывает общественный резонанс. Сложности я определенные испытывает. Ну, наверное, в части дорог я бы не сказал, потому что мы все равно продвигаемся в части национального проекта безопасной дороги. Но функционирование днем и ночью определенные режимы труда требуют, конечно, внимания. Требуют объединения в какие-то союзы. То, что рекомендуем мы всегда, чтобы появлялись ассоциации, защищали права тех, кто трудится за рулем. А тем временем в крае почти 30 тысяч официально зарегистрированных таксистов. Целая армия на колесах с шашечками, которым мы доверяем свое время, здоровье и жизнь. В тройку победителей краевого этапа вошли Александр Кузьмин, Федор Ермаков и Владимир Ради. Все барнаульцы. Будем ждать их успехов и на всероссийском уровне. Валентина Аскерова, Анар Шагирова, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Продолжение следует.